Лариса Анатольевна Лужина Лариса решила стать актрисой и после школы поехала в Ленинград поступать в театральный институт. Но конкурс был большой и ее не приняли. Вернувшись домой в Таллин пошла работать сначала на фармацевтическую фабрику, потом перешла на кондитерскую. Когда был набор в местный дом моделей, Лариса попробовала поступить и ее сразу приняли в штат манекенщицей. Прийти в кино ей помог случай. В 59-м юную манекенщицу пригласили на небольшую роль певицы ночного кабаре, в снимавшемся тогда фильме «Незваные гости». Съемки проходили в Таллине. На них Лариса подружилась с Лейдой Лайус, которая училась в Авгике. А этот фильм был ее практической работой. Именно благодаря лейде Ларисе удалось поступить в Авгик. Подруга показала фото Ларисы Сергею Герасимову, который назначил девушке дату прослушивания. Лужина быстро собрала вещи и помчалась в Москву. В этом 59-м Лариса Лужина стала счастливой студенткой Авгика. В 60-м году режиссер Ленфильма Герберт Рапопорт предложил Лужиной одну из главных ролей в картине «В дождь и в солнце», ставшей началом профессиональной работы в кинематографе. Следующим шагом в кино стала главная роль в фильме «Человек не сдается». Триумфом для актрисы стал фильм Станислава Ростоцкого «На семи ветрах», который показывался на Каннском международном кинофестивале, а затем демонстрировался в Швеции и Польше. В 64-м году Лариса окончила Авгик. В 66-м актриса снялась в фильме «Вертикаль» с Владимиром Высоцким в главной роли, который на тех съемках пытался ухаживать за Ларисой, но без успеха. Тогда же Высоцкий написал о ней песню «Она была в Париже», где были такие строки. «Куда мне до нее», она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Первая любовь случилась в 17, она влюбилась в курсанта мореходного училища Павла Скороделова. Но после выпуска он уехал в родной Иркутск, и их роман продолжался только по переписке. А потом и вовсе прервался, Павел написал, что женится на другой, и это стало огромной трагедией для Ларисы. Первым мужем в 64 году стал кинооператор Алексей Чердынин, с которым она прожила 7 лет. Второй муж кинооператор Валерий Шувалов. Он снимал «Интердевочку», «Сказку странствия» и «Легендарный экипаж», но позже оказался не востребован в профессии. У пары родился единственный сын актрисы Павел Валерьевич Шувалов, работает на масс-фильме звукорежиссером. Третьим мужем стал актер Владимир Гусаков, с которым актриса прожила 10 лет. Гусаков не отличался верностью и постоянно заводил романы с другими женщинами. В конце концов актриса подала на развод. Четвертым мужем стал администратор актрисы Вячеслав Матвеев, который вытащил ее из депрессии после развода с Гусаковым, и организовал ей гастроли и встречи со зрителями по стране. В творческом багаже Ларисы Анатольевны Лужиной 90 работ в кино.